Выставка Елизаветы Андрияка и её учениц в Щёлковской художественной галерее – дебют для молодых художников. Выпускница, преподаватель Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки и одна из дочерей народного художника России отобрала всё лучшее, что было написано за последние шесть лет. Выставку я так подбирала, чтобы были работы, которые написаны непосредственно с этими ученицами. То есть мы, когда они уже закончили, мы стали вместе путешествовать и вместе мы пишем. Когда мы работаем параллельно друг с другом, то подсматриваем, что-то перенимаем. И это прям очень… Наверное, это то, ради чего стоит преподавать. Елизавета – третий ребёнок в семье, где воспитывается шестеро детей, рисует с десяти лет. Мастерски, владея техниками классической многослойной акварели, масляной живописи, различными видами графики. Интересны её работы в технике афорта. В поездке по тропикам Вьетнама в 2015 году ради удачного этюда Елизавета взобралась на пятиметровую стену. Я знала, что когда я вернулась в Москву, я напишу по этому этюду вещь. И это была моя одна из самых первых масляных работ в формате. И вот до сих пор она ездит по выставкам. У Елизаветы свой стиль и своя индивидуальность. Впрочем, как и у её учениц – студенток первого и второго курса в Академии акварели. Инессы Кокаревой, Софьи Дибды и Дарьи Григорьевой, творчество которых представлено на выставке. Она не то, чтобы учит тебя писать именно то, как она умеет, а пробуждает тебе твои собственные качества. Выставка Академии Сергея Андреяки, традиционная для Щелковской галереи, проходит зимой и стала важным событием в культурной жизни округа. Такие выставки, они действительно базовые, они то, что составляют суть нашей школы российской, суть нашей российской культуры. Творческие начинания молодёжи с воодушевлением отметили народные художники России Пётр Стронский и Сергей Андреяка. Выставка очень красивая. Это то, к чему хотелось бы всегда стремиться, чтобы этих выставок и показов было как можно больше. Мы нуждаемся в этой теплоте. Сейчас просто настолько много визуального искусства, что очень сложно разобраться, что достигнуто каким-то трудом, а что сделано не очень сложно, но названо всё равно искусством. Но за эту выставку я могу точно ответить, что это многолетний труд. Вот портреты, пейзажи, натюрморты. Глядя на эту работу, понимаешь, насколько талантлива наша молодёжь. Приходите в Щёлковскую художественную галерею. Выставка работает до 14 февраля. Она может быть и продлена по желанию зрителя. Михаил Налётов, Александр Оржевский. Щёлковское телевидение. Спасибо.